Валерий Шанцев Валерий Шанцев Валерий Шанцев Валерий Шанцев Валерий Шанцев Валерий Шанцев Здравствуйте. Еще одна организация, которая выполняла газификацию у нас по деревне. Люди деньги заплатили, чтобы провели по деревне газ. Это организация Нижегородспецгаз, директор Конкин Иван Владимирович. А он должен был нам сдать в феврале 2012 года. Это все подолгу в руках бы. Но до сих пор ничего еще не сделано. Все, вопрос понятен. Да, все пароли и явки всех сдали. Что делать будем? Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, тот газопровод, который строился администрацией района на условиях софинансирования, мы из областного бюджета по программе им давали на это субсидию, они добавляли своих денег. Ну, могу сказать, что у меня этот вопрос на контроле. Все газопроводы, которые где-то в задержке есть, мне Минсельхоз докладывает. Буквально вчера акт приемки был подписан. Осталось провести опрессовку этого газопровода. Я думаю, что это порядка полутора-двух недель. И, ну, по нашим оценкам, где-то с середины, не позже 20-х числов марта начнется пуск газа в дома. Ну что ж, есть для людей хорошие новости. В правительстве области вы курируете финансовый блок, поэтому следующий вопрос стопроцентно ваш по бюджету. Ну, разработка принятия бюджета – это дело непростое, а вот выполнение его дело еще куда как более сложное. Особенно такого бюджета, как 2013 года регионального, где одновременно были заложены и очень серьезные повышения заработной платы для целого ряда к секуре бюджетников. И одновременно старт крупнейших и, в общем, достаточно затратных инфраструктурных проектов. Вот мы сейчас после двух месяцев не думаем о том, что мы тут немножко свои силы переоценили, может от чего-то уже отказаться, перенести. Конечно, два месяца, тем более январь и февраль очень непоказательные. Кроме того, еще и 28 дней, 29 числа нет в этом году, а у нас февральские поступления очень зависят от 28-го, 25-го и 28-го, которые мы на счете увидим уже в начале марта. Потому что это сроки уплаты, налога на прибыль, акцизов на нефтепродукты и акцизов на водку. Очень большая такая доля емкая поступлений месячных. Надо проломбировать 29-й февраля каждый год. Не надо, мы все здесь не видим никаких причин. Я думаю, что пока каких-то беспокойств о том, что мы не выполним бюджет и взятые обязательства, ни в части зарплаты, ни в части проектов нет. Есть некоторые пока напряжения с доходной частью, вот по прошедшему времени с дорожным фондом, но новые ставки акцизов вступили с 1 января и уплата их будет за январь 26-го февраля. И мы их увидим тоже в марте. Я думаю, что и здесь ситуация будет нормальная. А в целом, если говорить, мы не только говорим о каком-то сокращении, у нас завершается экспертиза документации по мосту. Я думаю, что в конце марта будет объявлен тендер на строительные работы и все запланированные средства по другим объектам. Тоже график составлен проведения конкурсов, аукционов. Мы пересмотрели. Вот губернатор на совещании мы ему докладывали, дал поручение. Мы сейчас как бы ему доложили, он согласился. Мы просто досчитали отдельные нюансы. Могу вам эксклюзивно сегодня первым сказать. В ближайшие дни выйдет распоряжение, прежде чем его подписать, мы еще с депутатами должны как бы об этом. Мы с ними говорили уже, но они просили, когда закончите расчеты, предварительно проговорить, потому что этот процесс будет в течение года длиться. Так вот, мы вышли на показатели, когда повышаем заработную плату работникам учреждений культуры, имеющим специальное образование, не с 1 октября на 15%, как планировали, а на 62% с 1 апреля. Социальным работникам учреждений социальной защиты не на 15% с 1 октября, а на 85,6% с 1 апреля. Для врача медицинских учреждений плюсом к тому, что у них уже есть, еще с 1 апреля на 15%. Младшему и среднему персоналу медицинских учреждений не с 1 октября на 10%, а с 1 апреля на 10%. Ну и вецсеть остается пока с 1 октября, 15% может быть в течение года, мы еще посмотрим. Всем остальным с 1 октября 7%, как и по прочим категориям мы раньше планировали. Где деньги-то нашли? Цена вопроса... Где они лежали все это? Цена этого вопроса 3,4 миллиарда рублей. Значит, ну, хочу сказать, схема следующая. Конечно, одномоментно у нас этих денег нет, но для того, чтобы начать с 1 апреля платить, мы деньги видим. Во-первых, в части культуры и, я еще забыл одно, это работники учреждений дополнительного образования. Там тоже тяжелые ситуации. Дефицит мы не очень хотим увеличивать, поэтому 1,5 миллиарда рублей у нас осталось на счетах прошлого года. Но эти остатки, они складываются на многих счетах, мы их сейчас сконсолидировали. Проводили торги, где-то поздно пришли, поступили в федеральные средства. Ну, экономия какая-то. Экономия при выполнении работы. Вот все это сложилось. Мы сегодня их сконсолидировали, и 1,5 миллиарда рублей есть, мы это начинаем делать. Второе. Мы проанализировали последние три года, сколько в результате конкурсных процедур при размещении госзаказа у нас получается экономии. Мы идем на то, что она может быть чуть больше, чуть меньше, но она все равно будет. И мы считаем, что даже если не будет дополнительных доходов, а мы бюджет выполним тютелька в тютельку, у нас этот ресурс поэтапно можно будет уточнять бюджет и направлять на обеспечение вот этого повышения. Кроме того, давайте еще и говорить, все равно есть определенный риск. У нас принято решение, что госдолг, мы сами себе установили, не должен быть выше 65%. Мы сделали пока бюджет такой, что он ниже даже 2012 года. Если нам чуть-чуть и не будет хватать, и в пределах 1% плюс-минус придется прибегнуть к займу, я думаю, что это тоже приемлемо. Вот именно эти возможные риски мы договорились, когда с депутатами дважды уже обсуждали, что прежде чем мы, ну а распоряжение, я думаю, неделя вот и появится, мы договорились в начале той недели еще раз с ними сядем, чтобы знать, что они нас поддерживают и в течение года уточнения с учетом вот этих нюансов будет проходить, мы выходим и начинаем реализовать эту идею. Вот такие вот... Да, сначала у нас была хорошая новость для узкого круга телезрителей, да, а теперь для самого, что ни на есть широкого, у нас, кстати, еще что-то? Нюанс, еще один нюанс, забыл о котором сказать. Вот в части культуры и дополнительного образования там 90% это работники муниципалитетов, это их полномочия. Мы повышаем при условии, что 15% потребности на культуру и на дополнительное образование... Ну, софинансирование, то есть 15% берет муниципалитет, остальное. Мы понимаем, что и нам сложно, и им, и поэтому 85% по этим категориям процентов берет областной бюджет, 15% они должны найти. Ну, мы посчитали, это очень, в общем-то, небольшие суммы, 15%, а все остальное, конечно, медицина, социальная, это чисто областные полномочия, здесь мы в полном объеме. Хорошо, слушаем телезрителей. Алло. Здравствуйте. Вопрос к Владимиру Алексеевичу. Просква Семеновна Челнокова. Так. Интересует меня вопрос вот какой. Судьба дворца культуры Еленина. Будьте добры, ответьте, что ждет его в будущем. Да, Нижний Новгород, дворец культуры Еленина, тоже тяжелый случай, скажем так. Ну да, я, конечно, это полномочия администрации города, но насколько я информированный, когда мы разговаривали, эта тема у нас как-то затрагивалась. На сегодняшний день, по моим данным, там проведено предварительное обследование и выявлено аварийное состояние ряда конструкций, там и кровли, и принято решение начать подготовку проектно-сметной документации на его реконструкцию. Когда будет понятна стоимость, тогда мы договорились еще раз с городом встретиться и обсуждать, сможет ли город самостоятельно сделать, или это нужно будет в программе на условиях софинансирования. Поэтому в зависимости от цены вопроса, которую, наверное, мы будем знать не раньше, чем через несколько месяцев, все-таки проектно-сметную документацию на реконструкцию при наличии аварийных конструкций, ну, обычно занимает минимум 7-9 месяцев. Понятно. Ну, думаю, счет там пойдет на миллиарды, поэтому одному Нижнему Новгороду, безусловно, без помощи областного правительства будет сложно. Нужно смотреть, да, здесь будет вместе. В продолжении финансовой темы сегодня стояло заседание законодательного собрания, и, насколько я знаю, депутаты утвердили увеличение доходной части за счет тех денег, которые пришли в регион из федерации. А вообще по году на какой объем федерального финансирования и под какие цели мы можем рассчитывать? Ну, идет сейчас процесс защиты потребностей средств, и его называют конкурсным отбором, хотя он немножко такой специфичный, где мы должны просто представить необходимые обоснования, проектную документацию. Я думаю, что к тем средствам, которые мы уже получили, мы вправе претендовать не менее чем еще где-то на 10-12 миллиардов рублей. Ну, в первую очередь, сейчас это и на капитальный ремонт жилья через фонд реформирования ЖКХ и расселения аварийного фонда. Это и на ряд программ здравоохранения мы даже меньше рассчитывали, а предварительно нам сказали, что где-то миллионов на 800-900 будет больше, чем мы ожидали. То есть достаточно существенная все-таки финансовая поддержка. По линии агропромышленного комплекса, только что вот мы сейчас готовим документы уже на подписание соглашения, дополнительная помощь с учетом нашего, кажется, финансирования для предприятий на приобретение или удешевление на закупку ГСМ для пассивной. Если в прошлые годы в государстве нам отпускало с ГСМ нефтеперерабатывающими заводами дешевле на 10-15, а иногда 20 процентов, чем рыночная стоимость, сейчас после вступления в ВТО это нельзя делать. Но можно субсидию давать. Частично компенсировать. Да, но это фактически может быть даже лучше, когда он сам выберет, где ему купить, а не куда его прикрепят, пусть более дешевое топливо. Ну и так далее идут эти вопросы. Логично. Давайте еще пообщаемся с телезрителем. Еще один звонок. Здравствуйте. Я Польхова Андреевна, жительница Мещерского озера. И я вот выскажу не только свое желание о восстановлении маршруки номер 155, который ходил по маршруту Мещерского озера. На сегодняшний день ходит в Верхние Печоры единственный автобус социальный номер 52, который ходит очень редко, и его приходится ждать минут 40-50. А по утрам он набивается так, что, ну, как говорят, такие колбочки. И в основном приходится ехать с пересадкой на площади Ленина или на площади Мина. Это для всех же категорий людей накладно. А студенты, когда садишься в автобус 52 утром, выражают очень такое негодование по поводу того, что старики едут этим рейсом. Хотя все старики в основном едут не в фантастику, а или в областную больницу, или, значит, в диагностический центр. Спасибо, да, такой развернутый вопрос. Много нового узнали, но суть в том, что... Ну, вопрос, если честно, не новый для нас, потому что уже обращения граждан были письменные. И хоть маршрутную сеть утверждает город, тем не менее, поскольку нам были обращения, я в курсе, потому что давали мы задания нашему департаменту вместе с городом, этот вопрос прорабатывать. И было принято решение, что выставление на маршрутной сети для маршрутных такси только на конкурсной основе может быть. Ну, да, конечно. И по моим сведениям, я могу ошибиться, или уже объявили, или буквально днями он будет объявлен администрацией города Нижнего Новгорода на именно маршрутные такси, маршруту, о котором мы говорили. Но уйдет время, там есть сроки. Ну, понятно, да, проведение конкурса, проведение итогов. Да, я думаю, в пределах максимум полутора, край двух месяцев маршрутное такси по этому маршруту будет запущено. До мая появится. Еще о транспорте, но опять в привязке к областным финансовым и к законодательному собранию. Депутаты, насколько я понимаю, сегодня решили часть вот этих дополнительных доходов направить на строительство нового терминала Нижегородского аэропорта. Ну, был я там пару недель назад, возвращаясь из отпуска, глаз по-прежнему ничего не радует. Это ничто не говорит о скорых переменах. Когда все-таки уже что-то там реально зажурчит? То, что мы обсуждали у депутатов и вышли с предложением, они поддержали увеличить расходы, это не на строительство терминала. Терминал будет строиться по программе государственного частного партнерства частным инвесторам. Кстати, этот инвестор уже доказал свою состоятельность, потому что он и управляет сегодня аэропортом. И в ходе работы увеличили пассажиропоток в несколько раз сегодня. Ну, какое количество рисмов открылось? Прибыль в 17 раз увеличилась. И за счет того, что они уплачивают нам дивиденды, 17 миллионов за счет роста своей работы, из них около 15 миллионов мы направляем на выкуп земли. В чем проблема? Прежде чем начать строить, нужно получить разрешение на строительство. А разрешение на строительство удается при наличии оформленного земельного участка. Так получилось, это уже давно, что место, пятно застройки попало кусочек из этого пятна в частной собственности, кусочек в федеральный, кусочек в областной. Вот мы сейчас... Со всеми надо разобраться. Мы уже все разобрались и договорились, что мы... Вот уточнение бюджета проходит. Мы тут же выкупаем федеральную часть, частную, уже все согласовано. Формируем весь земельный участок, и тогда инвестор может начать строительство. Вообще в этом году... Ну да, монет, на чужой земле строить не будешь. Ну и сразу же придут контрольные органы и сразу остановят это нарушение. Кроме того, могу напомнить, что первая очередь, это терминал 22 тысячи квадратных метров, будет строиться в этом году, начнется в течение двух лет, должен быть закончен. Он на полтора миллиона пассажиров. То есть с запасом в два раза к тому, что сегодня есть. Мы рассчитываем, что так же темп роста пассажиропотока будет увеличиваться. Ну и второй этап уже после чемпионата мира, у них по проекту еще 22 тысячи. Ну, сначала до чемпионата мира надо дожить, тут на столкнул всего 5 лет. Я думаю, что терминал это 2013 и 2014 год, два года. Плюс парковка многоярусная рядом с этим терминалом. Поэтому это все реально, средства у инвестора есть. Просто вот идут организационно-подготовительные работы. Хорошо, мы, наверное, успеваем. Один вопрос от телезрителей и один от меня. Слушаем сначала телезрителей. Здравствуйте. Владимир Александрович. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да. У нас вот несанкционированная торговля на станции метро Пролетарская. И на протяжении многих лет мы ведем борьбу с этим злом нашим. Этот перевалочный пункт у нас. Людей прорывает очень много. И мешают вот эти вот торговые точки. Вот арбуз, а вот картошка. Не сломайте только ножку. Вот еще раз ставят ножки столик, встал понемножку. Сливы, яблоки, трусы, нитки, губки и бусы. Вот такое стихотворение, с таким воплем мы приходили к предыдущему нашему администрации району, к Дранишникову. Мы просили, чтобы нам построили новый магазин, но босыны не там. Одни только ларечки. Обращались в администрацию, обращались к милицию. У нас очень много ответов. Например, ответ от 23.11.209 года за подписью исполняющего обязанного начальника милиции Якушева. В нас, Езову, Гулееву, Оглова... Спасибо огромное. У нас время просто в эфире подходит к концу. Мы сегодня, видите, и стихи, и прозу выслушали. Что скажем по существу? Ну, вопрос требует разбирательства. Хотя механизмов и рычагов для решения этого вопроса и убрать несанкционированную торговлю достаточно. И мы эти полномочия передали муниципалитетам. Я единственное, что попробую проговорить, разобраться, действительно ли это несанкционированная. Насколько она там все выполняется. Беру его в проработку. Ну, опять же, насколько я знаю, если ЗАГС Собрания поддержит инициативу городской думы, в ближайшее время штрафы по этому поводу могут вырасти в 10 раз. Да, кстати, и правительство тоже эту инициативу поддерживает в этом плане администрацию города. Ну, как я сказал, последний, наверное, сегодня вопрос. Вопрос. Сергей Собянин, мэр Москвы, который, понятное дело, больше других страдает от пробок и от машин, брошенных вдоль магистрали, вышел с инициативой о передаче полномочий по контролю за парковкой автомобилей от ГИБДД региональным властям. Ну, соответственно, штрафы взимать тоже будут последние. Эта инициатива уже, кстати, по-моему, поддержана премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Вот вам такой вариант кажется перспективным? И если да, то в чем видите перспективу? В наведении порядка или в получении дополнительных доходов за счет штрафов? Ну, речь идет о передаче этих полномочий не столько региональным, сколько муниципальным властям. Я это поддерживаю, потому что из областного центра в каждом муниципалитете следить за парковками достаточно сложно. И, конечно, сумма штрафов для регионального бюджета, она, ну, в сравнении даже там не о процентах, а сотых процентов может идти, конечно, для бюджета. Это немного, но наведение порядка для того, чтобы улучшить ситуацию с пробками, улучшить ситуацию с очисткой снега. Это не только в Москве, это и в Нижнем громадные проблемы, да уже и во многих городах районного значения у нас в области. Поэтому я бы считал, что эту полномочию нужно передать муниципалитетам, хотя я знаю, ГИБДД пока не очень хочет это отдавать. Но просто здесь такой объем, что численного состава у ГИБДД не хватит. И задача, да, это немножко и пополнит местные бюджеты, но тоже незначительно. Но главное, конечно, это навести порядок, чтобы у нас хоть какая-то упорядочность была. А то ведь, ну, все мы знаем, чтобы убрать снег, нужно сначала эвакуаторам всю ночь вывозить машины. Ясно. Сегодня хороших новостей вы нам много рассказали. Надеюсь, во время следующей нашей встречи их будет немало. Прямая линия с губернатором выходит каждый четверг в 19.00. Сегодня вам спасибо за участие в программе. Всего хорошего.